Сегодня час у нас 29. 2 плюс 9 равно 29. Считайте сами. Вот так. 29 часть пендаля. Пендаля там. О-о-о. Не забывать. 29 часть пендаль 29. Далее. Погнали далее. Часть 29. И они отправились на северный берег островка, слыша, как хлюпает вязкая почва у них под ногами, а затем прыгнули в холодную воду. Заметив чуть ниже по течению скопления деревьев, Джандалар поплыл к ним. Пошатываясь и тяжело дыша, братья выбрались на песчаный берег. Струйки воды сбегали с их длинных волос, а кожаная одежда промокла насквозь. После полуденной солнце показалось просвете между тучами и озарило все вокруг золотистым светом, но лучи его не несли с собой тепла. Так просто золотистые. Внезапно с севера налетел порыв ветра, и братьев обдало холодом, от которого не могла защитить промокшая одежда. Они знали, что нужно все время двигаться, чтобы не замерзнуть, но запас сил был почти на исходе. Дрожа и поеживаясь, они направились к редким кустикам ольхи, чтобы хоть как-то укрыться от ветра. «Давай устроим привал здесь», — сказал Джандалар. «Еще не стемнело, я предпочел бы отправиться дальше. К тому времени, когда мы осуродим укрытие и, может быть, разведем огонь, уже совсем станет темно. Возможно, нам удастся отыскать стоянку людей племени Мамутой. Еще до наступления темноты, может, найдем, если мы не станем тут задерживаться». «Таналан, у меня вряд ли хватит сил на это». «Тебе что, так плохо?» «Очень плохо», — спросил Таналан. Джандалар приподнял край рубахи, края раны, из которой явно вытекло немало крови. Успели уже побледнеть. Кровотечение прекратилось, поскольку внутренние ткани разбухли от влаги. Заметив дыру в кожаной рубахе, он подумал, уж не сломано ли у него ребро. «Мне бы не помешало отдохнуть и погреться у огня». И они огляделись вокруг. Повсюду потоки бурлящей мутной воды, постоянно меняющиеся очертания перекатов, дикая неприхотливая растительность, стволы поверженных деревьев, чьи корни порой зацеплялись за неровное дно и задерживали их на месте. Вдали на более крупных островах виднелись зеленые кусты и деревца. Камыши и болотные травы росли повсюду, где им удавалось укорниться. Невдалеке виднелись заросли осаки, стебли которой достигали трех футов высоту. Сколько тебе? Три фута. Три ступни. Ее вытянутые листья обладали куда меньшей прочностью, чем казалось. И такие же высокие ростки тростникового аира с длинными, похожими по форме на клинок листьями. А между ними находились участки земли, из которой словно ворсинки торчали побеги остроконечного тростника высотой всего в один дюйм. Дюйм это сколько? Мало? Дюйм. Три пятнадцать сантиметра, четыре сорок пять. Сколько у тебя дюймов твой монитор? М? Три с чем-то сантиметров, короче. Так и манюни. Вот так и манюни. На зыбкой почве у самого края воды колыхали стебли тростникового проса, рогоза и пушистые хвощи. Эти травы достигали высоту десяти футов. И человек по сравнению с ними казался вообще карликом. Угу. Лилипут. А еще выше в воздухе рейли фиолетовые кисточки фрагмитовых тростников с жесткими листьями. Верхушки их стебли находились на расстоянии тринадцати футов от земли. А иногда даже и больше. У братьев не осталось ничего, кроме одежды. Когда челнок затонул, вместе с ним ко дну пошли все их вещи. Даже заплечные мешки, которые они взяли с собой, отправляясь из дома в путешествие, все утопло. Теперь-то Налан ходил в одежде людей из племени Шамудои. А Джандалар стал одеваться так же, как Рамудои. Ну вот тебе и Шарамудои. Два братика. Однако после того случая, когда челнок уплыл от него, и он неожиданно повстречался с плоскоголовыми, мужчина из племени Зеландонии всегда охранил различные орудия в подвешенном к поясу мешочке. И теперь эта привычка пришлась как нельзя. Ха, кстати. Пойду посмотрю, не удастся ли мне отыскать сухие стебли рогоза, которые можно использовать как палочки для добывания огня. Сказал Джандалар, стараясь не обращать внимание на боль в боку. А ты попробуй набрать сухих веток пока. Они пустили в ход не только старые, затвердевшие стебли рогоза. Из длинных листьев, прикрепленных к острову, к остову из веток ольхи, получился навес, необходимый для того, чтобы исходящее от костра тепло подольше сохранялось. Запеченные в углях зеленые верхушки и молодые корешки, которым они добавили сладковатые корни аира, позволили им слегка подкрепиться. Пара тонких стволов ольхи с заостренными концами, ловкость и меткость людей, которым очень хочется есть, вот и у костра уже лежат. Вот они, две утки, кря-кря. Братья сплели циновки из длинных стеблей тростникового проса. Одни они повесили к краям навеса, а другие завернулись, в другие они завернулись, пока сушили одежду, а потом, постелив их на землю, улеглись на них спать. Джамдалару плохо спалось. Его мучила боль в боку. О, мы помним. Но хотя он понимал, что внутри у него что-то неладно, оставаться на острове было немыслимо здесь. Нужно было добраться до более надежного места, и только тогда можно будет подумать обо всем уже остальном. И вот поутру они соорудили корзины из листьев рогоза и веток ольхи, скрепленных полосками коры, и наловили рыбу. А-а-а, как это оно у нас называется? Верша? Чияк? Китайская это, как это вы писали? Морда! О! Морда ты! О! Вот так хоть запомню. Ох ты морда такая! Морда вроде, да? А-а-да! Да-да! Морда! Уложив материалы для добывания огня и мягкие гнущиеся корзины на циновке, они скатали их валиками, перевязали и закинули за плечи. Прихватив с собой копья, они отправились дальше. Хотя копья представляли собой всего лишь заостренные палки, с их помощью им удалось раздобыть еды на ужин, а используя корзины, они обеспечили себе завтрак. Для того, чтобы выжить, куда важнее обладать знаниями, чем снаряжением. М-м-м... Мозги! Братья разошлись во мнениях относительно того, в какую сторону лучше направиться. Ну, как всегда обычно. Таналан решил, что они уже добрались до края дельты и полагал, что нужно идти на восток. Ну, а Джандалар был уверен, что им придется переплыть еще один проток. И считал, что им нужно двигаться в северном направлении. Ага. Ты морячка, я моряк. Мы не встретимся никак. Так дело не пойдет. Не пойдет так дело. Не. Ты тянешь в одну сторону, я в другую. Так не пойдет. И они приняли компромиссное решение. Компромисс, значит. Ага. И отправились на северо-восток. Ну, хучь так. Хучь так. И вскоре выяснилось, что Джандалар был прав, хотя он был бы крайне рад ошибиться. Около полудня они оказались на берегу самого северного из рукавов Великой реки. Ну, придется опять перебираться в плавь, сказал Тоналан. Ты хоть справишься? А куда мне деваться? И они подошли к самой воде. И тут Тоналан вдруг остановился. А почему бы нам не прикрепить одежду к бревну? Ведь мы делали так раньше. Тогда нам не придется снова ее сушить. Хм. — Даже не знаю, — ответил Джандалар. — Одежда, пусть даже и мокрая, она помогает согреться. Но Тоналан постарался проявить рассудительность. Ага, включил мозги. Хотя в голосе его прозвучали нетерпеливые, отчаянные нотки. Но, впрочем, если ты так хочешь... И, пожав плечами, Джандалар согласился с братом. Раздевшись, Джандалар почувствовал, как от прикосновения сырого, промозлого воздуха по коже у него побежали мурашки. Он хотел было надеть пояс, которому был подвешен мешочек с инструментами. Но Тоналан уже завернул его в свою рубаху и стал привязывать вещи к найденному поблизости бревну. Джандалар погрузился в воду, которая показалась ему еще холоднее, чем прежде. И он стиснул зубы сразу же, пытаясь подавить рвущийся из горла крик. Но, когда он потихоньку поплыл вперед, боль вранье слегка притупилась от холода. Вот она, анестезия! Он старался не делать резких движений и приотстал от брата. Хотя Тоналану приходилось, плывя, подталкивать бревно. Но, выбравшись на сушу, стоя на песчаном берегу, они поняли, что, наконец, добрались до устья реки Великая Мать, ради чего и отправились когда-то в далекое это путешествие. Но, хотя взглядом их открывались просторы моря, они не испытывали радостного волнения. Путешествие давно утратило прежний смысл. И цель, которой они раньше стремились, уже их не интересовала. Все? Закончили упражнение? Все? Уже неинтересно? Ну да, правду говорят, шо не так интересна сама цель, как сам путь к цели. Вдобавок, они еще не добрались до края дельты, до земли, которая была бы по-настоящему твердой. А цель, шо не тверда, че не? Песчанная отмель, на которой они стояли, раньше находилась посредине протока. Но позднее вода отступила. На пуде у них еще оставалось обнаженное русло. Высокий, поросший кустарниками деревьями берег, по краю которого подмытым устремительным потоком свисали корни, виднелся на противоположной стороне песчаного ложа, где еще недавно струилась река. Посредине его поблескивали лужи. И хотя растения еще не успели укорениться здесь, на запах стоячей воды слетелись насекомые. Москиты уже роились вокруг братьев, все. Таналан отвязал узел с одеждой от бревна. Нам еще придется идти по этим лужам. Да и берег там, похоже, топкий. Давай пока не будем одеваться. Боль отнимала у Джандалара столько сил, что он решил не спорить с братом и только кивнул в знак согласия. Возможно, во время переправы он где-то потянул сухожилие. И поэтому так трудно выпрямиться. Таналан прихлопнул рукой москита и начал спускаться по пологому склону к опустевшему руслу никогда полноводного протока. Их предупреждали множество раз. Реку Великая Мать никак нельзя недооценивать. Имея дело с ней, необходимо постоянно быть на чеку. Покинутый ею проток по-прежнему принадлежал ей. И хотя воды на время отступили, любого, кто посмел вторгнуться во владение Великой Матери, подстерегали расставленные ею ловушки. Миллионы тонн ила, несомого водами владевшей в море реки, впадавшей в море реки, ежегодно оседали на территории дельты, раскинувшейся на площади более тысячи квадратных миль. Во время прилива опустевшее русло заливали в воды моря. И оно представляло собой нечто иное, как топкую низину, лишенную действенной системы водотока. На влажной суглинистой почве росли зеленые травы и камыши. Ступая по мягкой вязкой глине, то и дело подскальзываясь, братья спустились с берега и, очутившись на ровном месте, отправились дальше, чувствуя, как вязнут их босые ноги в болотистой почве. Тоналан устремился вперед, позабыв о том, что Джандалайру не по силам передвигаться с прежней быстротой. Ты шо там, забывший шо? Я проткнутый. Он мог ходить, но спуск по скользкому склону стоил ему немалых трудов, и боль усиливалась. Он двигался осторожно, тщательно выбирая дорогу и думая о том, что бродить по болоту ногишом и кормить своей кровью мириады изголодавшихся насекомых довольно-таки глупо. Довольно-таки. Тоналан ушел далеко вперед, и Джандалар уже собрался было окликнуть его, но тут до него донесся отчаянный крик брата, и он увидел, как тот резко наклонился. Позабыв про боль, про все на свете, Джандалар бегом кинулся к нему. Внутри у него аж все похолодело, когда он увидел, что Тоналан увяз в зыбучих песках. Тоналан, о, великая мать! воскликнул Джандалар и кинулся к брату. Великая мать! Я бы тоже так крикнул, только что-то другое. Не подходи, иначе ты тоже провалишься. Не подходи, слышишь? крикнул Тоналан, селись выбраться из трясины, засосавшие его все глубже и глубже. Джандалар огляделся по сторонам, пытаясь придумать, как бы помочь Тоналану. «Ах, ну, конечно, он сможет уцепиться за край рубахи», подумал он. Но тут же вспомнил, что оба они раздетые. Угу. Узла с одеждой нигде не было видно. Он покачал головой, но тут же заметил дерево с отломанной верхушкой, наполовину засыпанное песком. И он кинулся к нему в надежде оторвать какой-нибудь из этих корней. Но в бурном потоке дерево уже лишилось тех корней, с которыми он мог бы справиться. «Тоналан, где узел с вещами? Если ты сможешь за что-нибудь уцепиться, я вытащу тебя!» Голос Джандалара, в котором звучало отчаяние, подействовал на Тоналана не самым благоприятным образом. Охватившая его паника внезапно отступила. И он вспомнил о своем горе и спокойно смирился с уготованной ему судьбой. «Джандалар, если великая мать желает забрать меня к себе, не стоит противиться ее воле». И вот, отступив на шаг назад, женщина, стоявшая во главе тех, кто пришел им на помощь, окинула их пристальным взглядом. «А где это ты взялась?» Если честно, ребята, у нас, я так понимаю, то ли утрачена часть текста опять, то ли опять нас вот это вспышками, флэш, флэшбэками работают, туда-сюда кидают. То-туды, то-сюды, то с полымя, то в голымя. Шо це таке, а? Женщина появилась, а? Ти подиви. А ну-но? И она показала джандалару очень крупной, но не из-за толщины или высокого роста, просто она была большой и сильной женщиной, а ее гордливая осанка внушала уважение. «Почему вы совсем раздеты?» в конце концов спросила она. «Впервые вижу, чтобы люди путешествовали голыми». «Хм! потом нам пришлось сушить одежду, и я решил, что ее лучше снять на время, пока мы не доплывем до берега и не переберемся через топкие места. Я нес узел с одеждой, а джандалар отстал от меня. Ведь он ранен, ну и...» «Ранен? Один из вас ранен?» переспросила женщина. «Мой брат ранен», ответил Таналан, и джандалар внезапно вновь ощутил пульсирующую в боку боль. Женщина заметила, как резко он побледнел при этом. «Нужно, чтобы Мамут осмотрел его», сказала она, обращаясь к одному из соплеменников. «Но вы не Мамутои?» «Откуда вы знаете наш язык?» «Нас научила ему женщина Мамутои, которая живет среди людей племени Шарамудои, моя родственница», сказал Таналан. «Чего ты оправдуешься, а?» «Толи...» «Сразу же она». «Да». «А ты ее знаешь?» «Она и мне приходится родственницей». «Толи — дочь моей двоюродной сестры». «Если она ваша родственница, значит, и мы с вами родственники», сказала женщина. «Вот это поворот, а?» «Я Бриши из племени Мамутои, глава Ивняковой стоянки». «Какой?» «Ивняковой!» «Ивняковой стоянки!» «Ты, тальник ты!» «Добро пожаловать в Ивняковую стоянку!» «А я Таналан из племени Шарамудои, а это мой брат Джунталар из племени Зеландонии». «Зеландонии!» «Я никогда не слышал о таком племени!» «Шо ты мне не вешаешь?» «Ну, если вы братья, почему один из вас Шарамудои, а другой Зеландонии?» «Как так-то?» спросила она и тут же добавила. «Он неважно выглядит!» «Давайте лучше поговорим о во всем в более подходящее время!» Обращаясь к одному из соплеменников, она сказала. «Помогите ему! Вряд ли он может идти!» «Я справлюсь!» сказал Джунталар, у которого от боли начала кружиться голова. «Если путь не очень далекий, ты меня еще уточни, ага, есть ли, есть ли?» Но когда мужчина из племени Мамутои подходил его под руку с одной стороны, а Таналан с другой, Джунталар понял, как сильно он нуждается в поддержке. Все, понесли, выноси ты! «Джунталар, я уже давно покинул бы эти места, если бы ты не взял с меня обещание подождать до тех пор, пока ты не окрепнешь и не сможешь путешествовать. Настала пора отправиться в путь. По-моему, тебе лучше вернуться домой. Но спорить с тобой я не стану». «Таналан, вот почему, вот скажи мне, а? Почему тебя так тянет на этот восток? Ты уже добрался до устья реки Великой Матери. Ты до моря Беран добрался. Ты, Баран ты. Почему ты не хочешь возвратиться в родные места, а? Восток — дело тонкое, да? Хм. Я пойду не на восток, а примерно на север. А-а-а, он как ты быстро меняешь. Бриша сказала, что вскоре все они подадутся в те края охотиться на мамонтов. Я выйду пораньше и попробую добраться до другой стоянки племени Мамутои. И я не вернусь домой, Джандалар. Я буду странствовать до тех пор, пока Великая Мать не положит этому конец». «Угу. Зачем ты так говоришь? Можно подумать, будто ты хочешь умереть». Сорвался на крик Джандалар и тут же пожалел о вырвавшихся у него словах. Побоявшись, как бы его догадка, она не... не сбылась. Угу. Слово не... не соловей. Назад не вытянешь. В карман не положишь. Все. Беру свои слова обратно, да? А уже все. Все. Вылетела. «Ну, а если я и вправду хочу этого, а?» выкрикнул ему Таналан. «Шо, если я хочу?» «Я хочу этого!» «Ради чего вообще мне жить, если со мной нет Джетамио?» И в горле у него застрял комок, и он негромко всхлипнул, когда произнес ее имя. «А ради чего ты жил до этого?» «До встречи с ней?» «Ты еще молод, Таналан. Впереди у тебя долгие годы жизни. Сколько еще у тебя будет этих джетомий, ты сможешь побывать в неизведанных краях, увидеть много нового?» «Не отчаивайся. Возможно, ты встретишь другую женщину, которая понравится тебе даже больше, чем Джетамио». Принялся убеждать его Джандалар. «Эх, ты ничего не понимаешь. Ты никогда не был влюблен. Таких, как Джетамио, нет больше на белом свете». «И именно поэтому ты готов отправиться следом за ней в мир духов? Да? И утащить меня туда же?» Джандалару не хотелось. Ой, как не хотелось прибегать к подобным доводам. Но если только чувство вины может заставить брата крепче держаться за жизнь, то тут уже ничего не поделаешь. «Я вовсе не призываю тебя следовать за мной. Ты можешь вернуться домой и оставить меня в покое». «Таналан, все люди горюют, когда им приходится расстаться с теми, кого они любят. Но никто не пытается покинуть из-за этого мир, в котором он живет». «Когда-нибудь то же самое случится и с тобой, Джандалар. Вот увидишь. Когда-нибудь ты полюбишь женщину настолько, что не сможешь жить без нее и предпочтешь отправиться за ней в мир духов». «Привет-то из того света, да? Ну, окажись, я сейчас на твоем месте, разве ты оставил бы меня одного? Вот скажи мне. Оставил бы? Если бы я потерял существо столь дорогое для меня, что захотел бы умереть на месте, разве ты смог бы покинуть меня? Ответь же мне, брат». «Брат ты мне или не брат? Разве ты смог бы отправиться домой, зная, что я умираю от горя здесь?» «М?» Итанален потупился. Затем посмотрел в синие встревоженные глаза брата. «Учкудук, два колодца, да? Нет, я не смог бы тебя бросить, если бы знал, что ты умираешь от горя. Но вот, что я скажу тебе, братец». И тут он попытался даже улыбнуться, но улыбка на его измученном лице походила скорее на гримасу. «Если я буду странствовать до конца дней своих, это не значит, что ты повсюду должен следовать за мной. Ведь тебе очень надоела бродячая жизнь. Рано или поздно тебе надо будет вернуться домой. Скажи, если бы мне хотелось домой, а тебя тянуло бы странствовать, ты не стал бы возражать против того, чтобы я вернулся? «Нет, скорее не стал бы. Хорошо бы тебе вернуться домой прямо сейчас. И вовсе не потому, что мне этого хочется. Желание тут ни при чем. Тебе нужна семья, Тоналан, родная пещера, люди, которых ты знаешь с детства, которые любят тебя. А ты ошибаешься, Джандалар. Кое в чем мы с тобой не схожи. Девятая пещера Зеландонии была для тебя родным домом и всегда им останется. А для меня домом может стать любое место, которое я выберу. Люди племени Шерамудои ничуть не менее близки мне, чем Зеландонии. Я только что покинул пещеру, обитатели которой я люблю так же, как членов семьи Зеландонии, как своих. При этом я довольно часто думаю о том, не появились ли уже дети очага Джохарана и выросла ли Фалара такой красавицы, какой я всегда представлял ее себе. Мне бы очень хотелось рассказать Вилломару о нашей путешествии и узнать, куда он собирается отправиться в следующий раз. Я до сих пор помню, как я радовался, когда он возвращался из очередного путешествия. Он всегда приносил с собой подарки для каждого из нас. Ведь ты помнишь это? Для меня, для Фалары и для тебя. И непременно что-нибудь красивое для матери пренепременно. Джандалар, когда будешь возвращаться домой, прихватить для нее обязательно что-нибудь красивое. И стоило Таналану упомянуть о родных, как в душе Джандалара пробудились с новой силой яркие воспоминания. Ох, кольнуло, да? Почему бы тебе самому не вернуться к ней с красивым подарком, Таналан? Думаешь, мать не будет рада снова тебя увидеть? Родного сына. А мама знала, что я не вернусь назад. Когда мы уходили, она пожелала мне счастливого пути, но не сказала до скорой встречи. не сказала. А вот ты огорчил ее. И, пожалуй, сильней, чем Марону. Почему это тебе кажется, что я огорчил ее? Отправишь из путешествия, да? А ты нет? Я сына Чагави Ламара. По-моему, она знала, что я стану путешественником. Возможно, ее это не обрадовало, но она все понимала. Все. Она отлично понимает, что представляет собой каждый из ее сыновей, поэтому она и назначила Джохара главным. Она знает, что Джандалар Зеландони. Если бы ты отправился в путешествие в одиночку, она не сомневалась бы в том, что ты вернешься, но ты ушел вместе со мной. И она знала, что я покидаю ее навсегда. Я сам тогда еще не понимал этого. Ну, по-моему, она об этом знала. По-моему. Ей бы очень хотелось, чтобы ты вернулся, ведь ты сын очага Даланара. Даланара, Джандалара, Джамахара, что-то таке. Попробуй запомни. Но какое-то вообще имеет значение. Они разошлись давным-давно, хоть и остались друзьями, и видятся только во время летних сходов. Возможно, теперь они просто друзья, но люди до сих пор говорят о Мартоне и Даланаре. Видимо, их связывала необычайная любовь, если она так крепко запомнилась многим. И для матери ты единственное напоминание о ней. Ты сын Ачага Даланара и сын его духа. И это известно всем, ведь ты так сильно похож на него. Тебе обязательно нужно вернуться. Твое место там. Мать знает об этом. Да и ты сам тоже. Пообещай, что когда-нибудь непременно вернешься домой, брат. Джандалар молчал. Если он решится выбрать что-нибудь одно, путешествовать вместе с Таналаном или вернуться домой без него, ему в любом случае придется отказаться от того, чего ему никак не хотелось бы терять. Ему казалось, что до тех пор, пока он не примет решение, у него останется надежда получить и то, и другое. Ух ты какой! И рыбку съесть, да, и накол не сесть. Ух ты какой! А под обещанием вернуться подразумевалось, что брата с ним уже не будет. Пообещай мне, Джандалар! он не нашел предлога, по которым смог бы отказать брату в просьбе. Обещаю, сказал он, я вернусь домой когда-нибудь. Что это за отписочки? Видишь ли, братец, с улыбкой проговорил Таналан, кто-то должен сообщить им о том, что мы добрались до устья реки Великой Матери? Я не смогу этого сделать, так что придется тебе взять это на себя. Это еще почему ты не сможешь? Почему бы тебе не вернуться со мной? Мне кажется, Великая Мать взяла бы меня к себе. И еще когда мы оставались на реке, если бы не твои мольбы, вот тогда бы и взяли. Нас обоих. Навряд ли тебе удастся меня понять, но я знаю, что скоро она призовет меня к себе. И ты знаешь, я готов к этому. Ты будешь прилагать усилия, чтобы погибнуть? Нет, братец, нет. И Таналан улыбнулся. В этом нет необходимости. Просто я знаю, что это случится. И я хочу, чтобы ты понял, меня это не страшит. Джандалар почувствовал, как у него все сжалось внутри. С тех пор, как Таналан угодил в трясин, у него появилась непоколебимая уверенность в том, что жить ему осталось недолго. Что это с ним? Его нынешняя улыбка ничуть не походило на прежнюю. Такое смирение пугало Джандалара куда больше, чем его вспышки гнева. Таналан утратил способность бороться. Он вообще утратил желание жить. «Тебе не кажется, что мы в долгу перед Бришей и обитателями ивняковой стоянки? Они кормили нас, они дали нам одежду, оружие и все необходимое, и ты готов принять все это, не дав им ничего взамен?» Джандалар попытался рассердить брата, хоть как-то растормошить, чтобы обрести хоть какую-то надежду. ему показалось, что тот хитростью заставил его дать обещание вернуться, и тем самым сложил себя всякой ответственностью, как всегда. Или тебе совершенно ясно, какую судьбу уготовила для тебя великая мать, да? И поэтому ты решил, что можешь думать только о самом себе теперь? Для тебя уже не важно, что происходит со всеми остальными вокруг? И Таналан только на это улыбнулся. Он понимал, каково приходится сейчас Джандалару. И не сердился даже на него. Что почувствовал бы он сам, если бы Джетамила знала, что умрет, и сказала бы ему об этом? Джандалар, послушай меня, мы с тобой были близки друг к другу. «И разве это близ исчезло? Ну, конечно же нет, ведь ты можешь не притворяться передо мной, не стремиться идеально вести себя. Ты всегда так чуток, так заботлив. «Да, я настолько хорош, что даже сиреню отвергла мое предложение». Игорка усмехнулся и сказал Джандалар, «Она знала, что вскоре ты ее покинешь. Она все знала, и ей хотелось просто избежать этих лишних страданий. Если бы ты заговорил об этом раньше, она согласилась бы. Раньше, но не сейчас. И даже тогда, если бы ты попытался ее уговорить, она отдала бы согласие, хоть и знала, что ты ее любишь. Ведь ты сам не хотел этого, Джандалар. Давай честно». «Ну и почему же ты тогда так меня расхваливаешь? Клянусь великой Доне, Таналан, я хотел полюбить ее. А я верю тебе, верю. Джитамио кое-чему научило меня, и мне хотелось бы поделиться этим с тобой». «Любовь дается только лишь тому, у кого душа открыта. Попробуй рискнуть, не надо ни от кого таиться, откройся. Порой да, порой тебе будет очень даже больно, но если ты этого не сделаешь, ты никогда не станешь счастливым, никогда». «Возможно, женщина, которую ты полюбишь, возможно, окажется совсем не такой, как ты ожидаешь, но это ничего не изменит, понимаешь. Ты будешь любить ее такой, какая она есть. Вот что главное». «А я повсюду вас искала», сказала Бриша и подошла к братьям. «Мы решили устроить пирушку на прощание, раз уж вы твердо решили покинуть нас». «Мы в долгу перед всеми вами, Бриши», сказал Джандалар. «Вы ухаживали за мной, обеспечили нас всем необходимым. Мне хотелось бы отблагодарить вас, прежде чем отправиться в путь». «А твой брат уже сделал это? Пока ты поправлялся, он каждый день ходил на охоту. Он склонен излишне рисковать, но ему очень даже везет. Так что вы никому здесь ничего не должны». И Джандалар повернулся повернулся к брату и тот улыбнулся и посмотрел на него. Глава девятнадцатая. Ну, наконец-то. Шо, Эйла пошла. Давай сюда. Весной долина оживала, и все вокруг окрашивалось в яркие цвета, среди которых преобладали оттенки сочной зелени. Но в этом году перемены в природе протекали так бурно, что Эйла слегка испугалась. И наступление нового времени года уже не вызвало у нее такого ликования, как прежде. Зима началась позже срока, но погода стояла холодная, и снегу выпало больше, чем обычно. А как это снег и зелень и зеленушка? Шо-то у меня вот это диссонанс. В начале весны талые воды устремились к реке, и начался период буйного половодья. Неистовый поток, хлынувший в узкое ущелье, обрушился на скалистые выступы с такой силой, что стены пещеры заходили аж ходуном. Уровень воды резко поднялся, и ее поверхность оказалась почти вровень с уступом на входе. Вот-вот зальет, да? Эйла сильно тревожилась за Винни. Сама она в случае необходимости смогла бы выбраться в степи, но лошади, которая вскоре должна была еще и родить, вряд ли удалось бы одолеть такой крутой подъем. Молодая женщина провела несколько дней подряд в невероятнейшем напряжении, наблюдала за тем, как волны бурливого потока вздымаются все выше и выше. Подходят вот-вот, как они приближаются к утесу, рассыпаются брызгами, налетев на него, и колокоча уносятся дальше. В местах, расположенных ниже по течению, чуть ли не половина долины скрылась под водой, и кусты, росшие на берегу реки, оказались полностью погребены под ее толщей. Однажды, в то время года, когда разлившаяся река еще бушевала вовсю, Эйла неожиданно проснулась посреди ночи. Ее разбудил глуховатый треск, похожий на раскаты грома, донесшийся откуда-то снизу. Молодая женщина оцепенела от ужаса. Ей удалось выяснить, что случилось, только лишь когда уровень воды в реке пошел на убыль. Оказалось, что огромный валун налетел прямо на скалу, и от удара содрогнулся весь скалистый массив, в котором находилась пещера, а отголоски грохота разнеслись по всей округе. Часть выступа обрушилась, и обломки рухнули на дно реки. Это еще хорошо, что твоя пещера не раскололась, как той орех. Когда на пути потока возникли новые препятствия, направление его изменилось. Образовавшийся пролом в скале заполнился водой, но берег при этом стал уже, а большую часть лежавших на нем костей, небольших камней и плавника унесло вообще прочь. Все, шукай. Волун, представлявший собой глыбу из той же породы, что из скалы ущелья, остался лежать неподалеку. Тяжелый, небось. Угу. А как его пронесло тогда? Что-то непонятно. Несмотря на то, что во время половодия рельеф местности несколько изменился, и некоторые из деревьев и кустов оказались вырваны с корнем, погибли лишь самые слабые из растений. А, как всегда, а самые сильные выжили. Корни большинства многолетников сохранились земле и дали новые побеги. А на освободившихся участках появилась молодая поросль. «О, как, завоевывает». Вскоре шрамы, совсем недавно возникшие на поверхности земли и скал, скрылись под покровом растительности, и при взгляде на окружающий пейзаж могло показаться, что будто он такими был всегда, вовсе. Эйла приспособилась к новым условиям. Она просто обязана была приспособиться. А не то, а не то природа показала бы тебе. О, то. Она нашла замену каждому из камней и деревяшек, которыми пользовалась раньше. Но перемены наложили отпечаток на ее восприятие. Пещера и долина уже не казались ей очень надежным прибежищем. Всякий раз с приходом весны она словно оказывалась на перепутье, понимая, что если она решится покинуть долину и отправиться на поиски других, делать это нужно именно весной. Нельзя опускаться в путь, не имея достаточного запаса времени, ведь если она не встретит никого из людей, ей придется где-то обосноваться и подготовиться к зиме. Этой весной принять какое-либо решение оказалось еще труднее, чем прежде. После болезни ее стала пугать мысль о том, как бы лето не затянулось, а зима не нагрянула раньше срока. Но она уже не считала, что, живя в пещере, может ничего не опасаться. Все. Тоже диссонанс? Угу. За время болезни она со всей ясностью поняла, насколько же опасно жить в одиночку. И с новой остротой почувствовала, как сильно ей не хватает общения с людьми. Даже когда животные, с которыми она подружилась, когда они вернулись к ней, положение до конца не исправилось. При всей теплоте возникших между ними отношений, общение с ними ведь ограничивалось определенными рамками. А мы существа социальные, соушал. Она не могла поделиться с ними своими идеями, опытом, поговорить, утешить. А ведь порой ей очень хотелось рассказать о каких-то событиях, о радости, которую доставило ей новое открытие или достижение там, и увидеть понимающий взгляд собеседника. Понимание. Рядом с ней не было никого, кто помог бы исправиться со страхом или горем. но она не была уверена, что готова ради безопасности и возможности вот так вот общаться поступиться этой свободой и независимостью. Уж лучше здесь. Ей удалось осознать, сколько ограничений связывало ее прежде, лишь впервые ощутив вкус свободы. Ей нравилось во всем поступать по собственному разумению, а ведь в памяти ее не сохранилось воспоминаний ни о людях, среди которых она родилась, ни о той жизни, которую она вела до тех пор, пока ее не подобрали тогда члены клана. Она не знала, чего от нее потребуют эти другие, но решила, что есть вещи, которых она ни в коем случае не станет отказываться. Ну, вот взять, например, хоть винни. Она ни за что больше не расстанется с лошадью. Ни за что. Охота это, да, это совсем другое дело. Она могла бы перестать охотиться, но что, если они запретят ей смеяться? Хе-хе-хе-ха-ха. А че ты-то подумала, а? от чего? Существовал и другой вопрос, по сравнению с которым все прочие казались менее значительными, хоть она и старалась отмахнуться от него. А вдруг эти другие, даже если она их разыщет, окажутся ее принять, откажутся принять? Вполне вероятно, что людям из клана других не придется по вкусу женщина, которая будет настаивать на том, чтобы ее повсюду сопровождала лошадь. На своем праве охотиться и смеяться. Право, ты, закон, шо напиши. Но вдруг они отвергнут ее даже в том случае, если она проявит готовность отказаться от всего этого. До тех пор, пока она не встретится с ними, у нее будет оставаться хоть какая-то надежда. Но вдруг ей придется провести в одиночестве всю свою жизнь. М-м-м. Задумалась? Надо шо-то менять. Чу и шо кажу. Шо тебе эти кобыляки? Шо? Они тебе поможут, чихо? Мысли такого рода донимали ее с тех самых пор, когда начали таять снега. И она вздохнула с облегчением, обнаружив вескую причину для того, чтобы повременить с принятием решения. Винни сможет покинуть долину только лишь после родов. Эйла знала, что жеребята обычно появляются на свет весной. О, как все сходится, все сходится, да? Как опытная знахарка, не раз принимавшая роды у женщин, она понимала, что конец срока близится, вот-вот, и внимательно следила за кобылкой. Она не брала ее с собой на охоту, но часто выезжала на ней на прогулки, чтобы лошадка смогла поразмяться. По-моему, стоянка племени Мамутои осталась где-то в стороне, Тоналан. Мы забрались слишком далеко на восток, сказал Джандалар. Что опять нас кидают? Туды и суды. Что это пленку порезал кто? Они с братом решили, что пора пополнить запасы мяса, и направились по следу гигантских оленей. О, олени появились, а вы два оленя, два брата, акробата. А мне кажется, смотри, они неожиданно брели на самца с большими развесистыми рогами. И Тоналан взмахнул рукой, указывая на него. Вот оно. Джандалар подумал, что олень наверняка почуял неладное и ожидал услышать трубный сигнал тревоги. Но прежде чем вожак успел предупредить стадо об опасности, молодая лань бросилась бежать в ту сторону, где стояли они с братом. И Тоналан, который многому научился у людей племени Мамутои, метнул копье с кремниевым наконечником, нацелившись таким образом, чтобы оно возил с тела прямо между ребер. И он не промахнулся. И лань упала на землю чуть ли не прямо к их ногам. Не успели они даже и глазом моргнуть, как тут же выяснилось, почему самец пребывал в такой тревоге. А лань чуть ли не сама кинулась на копье. оба замерли, увидев, что к ним приближается пещерная львица. Казалось, на какое-то мгновение женщина опешила. Она удивилась тому, что лань упала прежде, чем на нее напали. Но она тут же оправилась от изумления, обнюхала лань, убедилась в том, что она мертва. Встала над ней, вцепилась зубами в холку и потащила ее прочь. «Львица украла нашу добычу!» возмущенно воскликнул Тоналан. «Львица тоже выслеживала оленей, и если она решила, что добыча принадлежит ей, то я не стану с ней спорить. Ну, а я стану! Это мое! Наше!» «Не говори чепухи!» фыркнул Джандалар. «Ты не сможешь отобрать лань у пещерной львицы!» «Но я смогу хотя бы попытаться!» «Оставь ее в покое, Тоналан. Мы отыщем других оленей», сказал Джандалар. «Пытайся остановить брата, который уже пошел следом за львицей. Я только посмотрю, куда она ее потащит. По-моему, эта львица не живет в Прайде, ведь иначе ее сородичи уже собрались бы. Они бы собрались бы уже вокруг лани. мне кажется, это одиночка, и она хочет спрятать добычу от других львов. Давай посмотрим, куда она отправится. Рано или поздно ей придется отлучиться ведь, и тогда мы разживем со свежим мясом. А мне не нужны куски добычи, принадлежащие пещерной львице. А это вовсе не ее добыча, это моя. Это она уволокла лань вместе с моим копьем. Ну, и Джандалар понял, что спорить тут, как всегда, бесполезно. Вскоре они увидели, как львица направилась в ущелье, заканчивавшееся тупиком, на дне которого лежало множество множество камней, скатившихся вниз по склонам. И они принялись ждать. Как и предсказывал Тоналан, через некоторое время львица выбралась из ущелья и скрылась вдали. И Тоналан направился именно туда. Тоналан 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 Ну неужели наконец-то эта встреча неужели в самом деле произойдет? И еще тут в конце было сказано женщина пришла. Я подумал, что вот это уже Эйла видит их и как эта лань попала. А потом я понял, что наверное это сложности перевода. Ведь это же львица, а львица тоже женщина. Самка имела ввиду. Имелась ввиду наверное нам самка. Ну тоже, ну неужели вы не могли вот это подправить, а? Ну редактор тоже, да, пропустил наверное, пропустил. Ну конечно, попробуй вычитаю это все. Тут Коля сам берет и читает и сам выправляй. А то в конце мы выправлим. Вы мне красную ручку принеслить, я все тут выправлю. Ну действительно, самка. А может хотели так специально нам вот это вот, что женщина, чтобы мы уже подумали вот так, что уже все, что они уже встретились. Так-то не так. Да так-то не так. Ну да, самка, какая женщина. Ну тут четко помню, женщина была, ну женщина, вышла к ним женщина. Я думаю, уже брюши вот эта пришла, брюши, не брюши, мы все равно все поймем, все равно развяжем ваши узелочки. Конечно. Ты как не заплутывай, мы все повяжем, все развяжем. Да, ребята, интересненько. Ну, наверное, встретиться. Только вот мне удивляет то, что их тут вдвоем. Вот вдвоем как-то уже не так хотелось бы, чтобы они встретились. Если бы эта встреча произошла, хочется как-то вот это такое, что-то такое, очень такое свое, чтобы было. Чтобы она была одна и один был джандалар. Без брата. Третьего не надо. Третьим будешь? Будешь третьим? Не? Вот тогда иди, иду побачивание. Ты да я, а мне больше никто не надо. Вот так. Ну, хочется так, чтобы именно они вдвоем только встретились. Без брата. Вот я так бы хотел. Так оно, знаете, как-то воспринимается так гораздо лучше. Ты вовникаешься в этот все, в процесс. А когда он там третий еще будет, как той хвостика, нож как-то. Яка там любовь? Ну, яка там любовь будет, а? Конечно, не. И даже эти львы и кобылы ненужные. Ненужные. Даже они там мешают трошки. Но я с ними согласен. Они могут быть третьи. Третьи, четвертые, они могут. А вот этот брат, он не должен быть не... Ну, вот такое мое мнение. Смешно? Ну, то что, я так думаю. Я так что, уже думать не можно, то что? Я так думаю, я так зроблю. Все. Я редактор. Я волен взять и поменять. Поняли? Все. Я все могу. Могю. Все. Ну, посмотрим, как оно дальше будет. А на сегодня, ребята, что? А на сегодня все. Ставьте педали и слухайте далее. Услышимся, увидимся, до побачення завтра в избушке в 19 ого. Заводите будильника. Все. По Киеву. На сегодня уже точно все. Проверяйте, ли поставили на педали, чтоб все горело синим пламенем. Увидимся завтра. Споки, чмоки. Покедова. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.